Вы знали, что прикус влияет на дикцию ребенка? Разберем этот вопрос с ортодонтом и логопедом-дефектологом. Неправильный прикус у ребенка может влиять на произношение. Короткая нижняя челюсть, узкая верхняя челюсть, большой объем рта могут повлиять на произношение ребенка. Не хватает объема для того, чтобы сартикулировать звуки. Какие вредные привычки влияют на формирование прикуса в раннем возрасте? Это сосание пальцев, это длительное сосание соски, Это ротовое дыхание, когда у ребенка какое-то время не было возможности дышать носом, и он привык дышать ртом. Когда возможность появилась, привычка осталась. Очень важно, чтобы ребенок вовремя отказался от соски. Правильное, своевременное отучение от соски ребенка – залог того, что ребенок будет правильно и чисто говорить. Задержанный сосательный рефлекс формирует определенный рост нижней челюсти, верхней челюсти и определенный рост зубов. В этом случае ребенок может пострадать как ортодонтически, так и логопедически. Когда нужно заниматься с логопедом? До, во время или после ортодонтического лечения? Здесь все индивидуально. Ортодонтическое лечение в среднем начинается в возрасте 6-7 лет, поэтому у ребенка логопедические вопросы могут возникнуть и до этого возраста. В процессе ортодонтического лечения у ребенка тоже могут возникать логопедические проблемы, поэтому их тоже можно корректировать и во время лечения. Соответственно, и после лечения, после снятия аппаратуры могут возникнуть какие-то логопедические сложности. Продолжение следует...